МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Привет! Скоростные скакалки воркаут. Наконец-то настал тот самый момент, когда я могу рассказать о них все и даже больше. Целый месяц, почти каждый день я их эксплуатировал. И не только прыгал на них, но и проводил эксперимент. Похудеть за 14 дней на 9 кг только с помощью скакалок. Также я давал их своим знакомым, незнакомым. Они тестировали. Ну и все по порядку, я вам расскажу. А пока давайте посмотрим, что это за скоростные скакалки такие. Первая желтая или золотая, более мужская, тяжелая. Вторая, более легкая, женская, розовая. Отличие в скакалках, в ручках. У желтой они тяжелые металлические. У розовой они легкие пластиковые. В остальном механизм одинаковый, кроме вот этой вот части. У розовой они пластиковые. У золотой они металлические. Благодаря этим подшипникам и механизму в целом скакалка становится скоростной. Трос обтянутый приятным пластиковым волокном. Есть ограничитель, с помощью которого можно настроить длину в скакалке. Откручивается шуруп, передвигается ограничитель, закручивается. И любая длина здесь настраивается. Есть заглушка, отрезали нужную вам длину и переставили ее обратно, чтобы было здесь все красиво и аккуратно. Если во время прыжков вы хотите еще разрабатывать кисти вот такими движениями, то металлические ручки подойдут больше, чем розовые. Ну а если вы хотите сосредоточиться на упражнениях и на всяких там маневрах, то, наверное, с легкими ручками это будет сделать проще. Лично мне нравятся тяжелые скакалки с металлическими ручками, потому что держишь в руках и понимаешь, что это качественная, хорошая вещь. Это не значит, что с пластиком скакалка хуже. Просто на вкус и цвет товарищей нет. Очень многие посетители фитнес-клубов, которые я хожу, протестировали эти скакалки. И не было ни одного негативного отзыва. Для некоторых было странно, что здесь есть какой-то механизм, но припрыгившись, каждый замечал, что эти скакалки гораздо шустрее, чем обычные. Музыка Музыка Теперь сравним. Добавляем две воркаутовские скакалки между собой и воркаут вместе с декатлоном и обычным. Музыка Розовая легкая скакалка. Делаем 20 прыжков и засекаем время, за сколько мы их сделаем. Раз, два, три. Двадцать. Восемь секунд, шестьдесят одна доля секунды. Взяли тяжелую скакалку те же 20 раз, за какое время? Раз, два, три. Семь секунд, шестьдесят три доли секунды. Где-то там на одну секунду побыстрее получилось 20 раз. Возьмем обычную скакалку без всяких там подшипников. Готово? Раз, два, три. Семь секунд, девяносто восемь доли секунд. Чуть-чуть подольше получилось, чем с той скакалкой. Бросай. Берем дикаргоновскую скакалку, которая тоже позиционирует себя как скоростная, потому что здесь есть некие подшипники. Раз, два, три. Восемь секунд, пятьдесят доли секунд. Чуть-чуть быстрее, чем обычная, но дольше, чем скоростная. Теперь прыгаем вдвоем. Я, а ты прыгнул? Да. На два прыжка я сделал быстрее 20 прыжков. Мы уже устали. Все-таки мне кажется, что вот эта вот золотая с тяжелыми ручками скакалка будет более эффективная для скорости. Потестировали мы скакалки на скорость, попрыгали, устали, лежим, отдыхаем. Свои впечатления. Обычная скакалка без всяких там шурупов, без всяких механизмов и подшипников. К ней уважения никакого нет. То есть, это обычная скакалка. Ее, в принципе, не жалко и потерять. И куда-нибудь бросить и забыть. Декатлоновская скакалка, она достаточно приятная в руках, но она сделана больше для приятности, чем для прыжков. Эта часть легкая и не дает прокручиваться ей как положено, как тросик. Но в целом механизм, да, работает неплохо. Но и серьезные какие-то ощущения она тоже не вызывает. Воркаутерской скакалке, как я уже сказал, легкие ручки, они меня не впечатлили. А вот тяжелые ручки, да, они очень крутые. То есть, тяжелый трос, который крутится. И механизм вот этот с подшипниками, который прибавляет скорости. И это действительно так, мы только что проверили. Да, конечно, не на 15 секунд быстрее мы напрыгивали 20 раз. Но, тем не менее, скорость, она ощущается. То есть, шустрее она, гораздо шустрее. И к этим скакалкам, ну, есть некое такое уважение, как я уже говорил. Держишь в руках вещь и терять ее не хочется. Теперь несколько слов о том, как я проводил эксперимент похудеть. С помощью одной лишь скакалки на 9 килограмм за 14 дней. Этот эксперимент я проводил тщательно, не пропуская ни один день. При этом я ни в чем себе не отказывал. Я кушал любую еду. Я кушал на ночь. Я кушал после тренировок. Я лежал, ленился. И дополнительные какие-то нагрузки физические были. Только повседневная ходьба. От дома до машины, с машины до работы. И обратно точно так же. Каждый день я приходил в зал, прыгал. Если я не приходил в зал, я прыгал на улице возле дома. Потом я поехал в Сочи, прыгал и в аэропорту. Друзья, у меня брали скакалки, тоже прыгали. Им было интересно. Прыгал на горнолыжном курорте, прямо на самой горе. И именно на этой горе эксперимент прорвался на шестом дне. Потому что дальше было серьезное нагрузка катания на сноуборде. И эксперимент был бы не совсем честным. Так вот, ни в чем себя не отказывая. Ни в еде, ни в калориях, ни в лене. Но при этом каждый день прыгать вот по этим упражнениям, которые вы увидите по этой ссылке, перейдя, я похудел на 1 кг. То есть прыгал только на скакалке и ни в чем себя не отказывал. Дальше я хочу провести еще один эксперимент. Но уже добавить в скакалки другие какие-то снаряды, физическую нагрузку, и все-таки не есть на ночь. Все это, конечно, у меня будет. И подписывайтесь на канал, вы это все увидите. За мной проследите. Магазин Workout предлагает не только скакалки, но и много различных интересных моментов. Причем очень качественных. К примеру, где вы встретите гравитационный крюк. То есть, ну там на сайте, где-то здесь или в описании будет ссылка. Цепляется на ноги крюк, и вы висите как летучие мыши. И еще много различных прикольных моментов. Я думаю, что мы их посмотрим. Workout их даст. Мы будем использовать их. Ну, в общем-то, как-то так. Всем удачи. Пока-пока. Когда я прыгал весь этот месяц, я учился различным трюкам. Не каким-то сумасшедшим, но самым примитивным у меня это получалось. Были курьезы. Я ударял себя скакалкой по голове, по своей, по лысой. По плечам, по рукам оставались следы. И еще я заметил, что эту скакалку очень круто использовать в качестве удавки. Если вы вдруг решите кого-то задушить, вы вот так вот раз и все. То есть оно впивается, прорезает, дышать не хочется, человеку хана. То есть workout в этом плане рулит вообще.